У меня вопрос такой. Пусть расскажет немного о программе, которая прозвучит и почему такой выбор. Программа, которую представляет сегодня наш гость, она очень интересная и он решил это сделать специально для Пензы, потому что его прошлый визит открыл для него провинциальный город русский. И он просто очень счастлив быть здесь еще раз. А программа будет состоять из очень интересных произведений голландских композиторов, потому что Голландия страна, которая оказала большое влияние на развитие северо-немецкой органной школы. И поэтому наряду с такими именами, как Георг Фридрих Гендель, он сыграет сегодня очень интересный концерт «Ку-ку», «Ку-кушка». И хочу добавить от себя, но вы можете спросить нашего гостя, потому что будут исполнены произведения его знаменитого деда Яну Зварта. Его удивительного дяди Вильяма Мюде – это люди, которые оказали большое влияние на развитие органов в Европе. Я думаю, и отец нашего гостя тоже музыкант-органист. Как я прочитал. Мой деда был органист, и, странно, я никогда не получил лекции от моего деда, но я много научил от моего деда, потому что, вы знаете, дети, они очень хорошие имитатели. И я всегда смотрел, когда мой деда играл в школе на орган, я был очень близким к нему, всегда смотрел, и смотрел, что он делал. Он рассказал, что его отец, то есть сын знаменитого деда Яна Зварта, он тоже был органист. И он был очень занят на работе в церкви, в протестантской церкви, и никогда не учил Баудвайна играть. Но Баудвайн всегда присутствовал рядом с ним во время его концертов и его игры на службе. И, как он сказал, дети всегда имитируют. И вот он старался имитировать своего отца, хотя никогда не получал от него действительно уроков. Спросите, пожалуйста, где учился, что заканчивал? Баудвайн. Да, 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 наш герой. Но я также у меня есть один старый брат, и он очень хороший органист и очень хороший учитель. И я начинал просто имитировать что-то, и когда я 12 или 13 лет, мой брат, он уже учился в консерваторе, и он сказал, что ты должен иметь правильные учреждения. Может, я нужна студентами, поэтому я могу вам дать учреждения. И обычно, это невозможно, что один брат дает учреждения к другому брату. Но в этом случае мой брат очень приятный человек, и очень хорошая обучение. И я всегда смотрела на него как мой учитель, а не как мой брат. Поэтому я получил мои учреждения, и потом я пошел в Амстердам консерваторию, и учил пиано. Он рассказал о своем старшем брате, который был уже образованным органистом, закончившим, и решил, просто в виде его таланта, начать со своим братом младшим вот эти занятия. И он тоже очень много дал ему, и в какой-то момент остановил эти занятия, и сказал, что тебе надо идти в Амстердамскую консерваторию. И он закончил Амстердамскую консерваторию не только как органист, но и как пианист у известного профессора Вильяма Бронса. Город провинциальный, но такой, который сможет служить примером даже для голландских их городов. Потому что вы имеете новую филармонию, великолепный органный зал, хорошо звучащий, с хорошим органом, и этому могут позавидовать даже такие большие города, как тот же Саратов, или даже Москва, где мы играли в камерном зале московской филармонии, и орган был совсем не тот. Амстерская консерватория КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо.